хронического гонотропина человека, он же ХГЧ, в сочетании с калмифеном и тамоксифеном. Анаболические стероиды характеризуются многочисленными побочными эффектами. Одни будут потенциально смертельны, а другие являются, если и не смертельными, то постоянными на протяжении всей жизни. Общие сведения о неправильном использовании АЭС в медицинской литературе очень неоднородны. Это ограничивает объективное сравнение между различными препаратами и диетами. Злоупотребление АЭС может подорвать здоровье человека на нескольких уровнях. Недостаточная осведомленность о негативном долгосрочном влиянии на фертильность была основным фактором, связанным с сожалением о приеме АЭС у мужчин с гипогонодизмом, вызванным анаболиками и стероидами. Особое внимание следует уделять БАДам, в которых якобы нет стероидов. Мы приходим к выводу, что влияние стероидов на мужскую фертильность не является чисто временным состоянием. Короче говоря, лучшая политика решительно препятствовать использованию стероидов. Мало кто из вас знает, что я в молодости не только курсил много лет, ну и также работал тренером, вел людей по препаратам и не только. До сих пор поступают различные интересные истории. Вот, например, человек мог курсануть, условно, 30 лет, сделал себе курс 4-месячный, после чего у него сперматогенез ухудшался, и потом он ничего с этим сделать не мог. А есть люди, которые десятками лет курсят непрерывно, заканчиваются большим спортом и за полгода устанавливаются, и имеют прекрасное потомство. Можем долго рассуждать, они использовали на курсе МГЧ, ХГЧ, кломифен, там, тамоксифен и прочее, но опираясь на исследование и практику, в принципе, они между собой схожи по некой статистике. И мы можем сказать, что это все неоднозначно. Есть люди, действительно, которые могут много десятков лет использовать стероиды, у них прекрасное потомство. Есть случаи, когда люди пару раз курсанули, и там вообще беда. Но кто вам в социальных сетях, из тех людей, кто обладает бесплодием, расскажет, что все безнадежно? Вы сами, люди и спортсмены, да и все, в принципе, у кого появляется ребенок, это действительно радостное событие, о котором нужно поделиться в соцсетях, так как вы имеете много положительных данных, что вот ребенок появился, но не имеете плохих данных, потому что люди, у которых есть проблемы, они об этом вам никогда в социальных сетях не расскажут. Вам на этой общей картине кажется, что решение этой проблемы близится к 100%. Но на самом деле это не так. Очевидно, что правда сурово, и для каждого, когда он решает выбрать, курсить ему или нет, это является некой шкатулкой Пандоры. Если мне в молодости сказали, что вот, можно начать курс стероидов, но есть 1% вообще стать бесплодным, и этот процесс вообще необратим никак, я бы однозначно от этого отказался. И уж тем более, когда вы видите все вот эти вот обзоры блогеров, или блоги малолеток, которые там начали курсить там 15-20 лет, ну, посмотрите, что с ними будет через 10-15 лет, когда они захотят завесить детей. Ну, вы можете и не узнать, что они хотят иметь детей, потому что у них это не получается, например, и они будут рассказывать, что нет, мы детей иметь не хотим, нам и так хорошо. Но даже при всем желании вы об этом...